Ну вот, здесь я еще ни разу не поднимался на Димиржи, а решил попробовать. Вот это конец марта, Дебдаги вовсю еще в снег лежит. Удивительно, конечно, на Димиржи тоже, с северной стороны тоже, слишком хватает, как видим, такое дело. Решил пройтись немножко по камену, потому что дело обстоянное, такое дело. Ну и хоросик, конечно, хоросик, приличный. Так, иду дальше. И солнце, как вода, какая-то жопа-нарава открывается. Все соши камеры не передают всей крутизны. Ну а такие вот тут и кибаны интересные растут на Димирже. Ну как бы, вот в таком окружении, видите, все это растет. Как вы видите, тут обвалы происходят. Как бы такие вот тут уже сюжеты наверху получается. Такое внизу. Вот такое. Красота. Да, ну во всем короче, вернее. Вот такие вот тут подъемы. Наверное, по-моему, хаос. Такие вот громады. Да, конечно, все самое стрёмное, что тут сейчас тает снег и все вот это вот сыпется. Хреновина на голову. Как бы так. Все скользы под ногами. Ну, в общем, ясное дело, что тут камера не передает уклон. Ну, в общем, где-то так вот оно вот свое выглядит. Наверху вон скалы там грибной поляны. Как бы так. А наверху здесь вот так. Все. Такое. Сбоку вот такое вот. Так. Жесть, короче говоря. Все тут, короче говоря, держится на соплях. Кругом трещины. Не знаю, что там будет дальше. Ну, вот наиболее такой стрёмный участок тут. Потому что тут постоянно камнипады, как бы, между этим бастионом и вот этим вот массивом. как бы расщелена такая. Ну, плюс ко всему тут еще и тает снег. Кругом влага. Все скользит под ногами. Еще эта галька конгломератная. Ну, в общем, полный фарш, как говорится. Плюс еще сверху камушки прилетают. Таких размеров, что никакие каски не спасут. Блин, ну, все под ногами в буквальном смысле. Качается, шатается. Ну, а внизу пропасть. Как бы так. Безальтернативно. Порезы сегодня сюда. Такие на этот каменный хаос. Протез видео решил. Снизу каменный хаос. Еще так по фотографиям кажется, собственно, и не очень сложно проходимым. Картина меняется совсем в другую сторону, когда начинаешь подъем. Особенно вот по такой погоде, по слякоти. Когда все тает кругом. То как бы вообще. Начинаешь уже осознавать, что тут. Так жесть, короче говоря. Порой и не знаешь, куда тут встать. Чтоб дальше продвинуться наверх. Ну, в общем, вот так. Это при всем при том, конечно, что камера, конечно, не передает тут абсолютно. Наверное, десятая часть всех этих прелестей. Грандиозных. Ну, как вот. Ну, такое вот. Вот так. И смотрится это все красиво. Вон там грандиозные эти скалы, бастионы. Вот так они снизу смотрятся красиво. Ну, а наверху там вообще скалы уже верхней гряды. как бы. Вон, видите, постоянно сыпется что-то сверху. Вот такое. Короче говоря. Продолжаем подъем. Это дальше. Так. Вот такое сейчас. На горизонте. Такое под ногами. А вот тут вот так. Живо пился все. Все сыпется. Такое. Вот так вот смотрится. Весьма грандиозно. Все это, конечно, Ну, вот они обрывы грибной поляны. Очень красиво. Вот, опять вопрос передает ли камера тут среди прелести. сюда вверху сегодня я очень сильно сомневаюсь да ребята ну чтож конечно красота дико своеобразно ну если зерцать красоту скорее присутствует стойкое желание поскорее отсюда убраться то как бы вот так все грандиозно так как бы идешь-идешь в какой-то пространстве потому что кругом этот каменный хаос скалы однообразный этот сюжет кругом ясно то что на четвердаге еще полно снега вся плата засыпана ну а тут вот такое вот такое наверху как бы так такие вот бассеоны как бы так следи-ка монументально ну конечно в этом хаосе тоже есть какая-то собственно говоря красота не знаю как описать даже в общем место очень такое уникальное скажем так вот здесь здесь да и биржи тут попадают такие ночевочные формы кольцита удач в трещине находила где-то с трещины шею разбил но вот она как бы сейчас полностью так и проявляется уже видите не жаль что солнышка нету конечно ну такой как цвет встречается здесь на димирже да ну и как бы только как под ногами появляется и не ставится с пуха с конгломератом то и все как бы на этом можно ставить точку с подъемом надо опять выбираться на камни иначе не поднимемся да конечно скалы каменного хаоса поражают все и говорить да тогда я уже прошел такое внизу еще раз панорамку такую возьму наверху такое наверху такое наверху обрывы верхней платы вот так да вот они грандиознейшие обрывы в южные мережи над каменным хаосом и вот так оно все смотрится монументально да как бы конечно достает этот снежок постоянно без того скользко ну как бы вот даже солнышко немножко проглянуло так usu жен ну не Продолжение следует...